Так, ну что же, всем доброго вечера. С вами Исаак Квинк, тринадцатый день, второй и завершающий день такого вот укороченного дня про серии 11 сезона. Команда, опять же, Pineapple против команды DWT, don't waste time. Вторая игра для Pineapple на сегодня и как бы так вот, ну надеюсь не на минус морали, ребята опять же проиграли так, ну там да, есть над чем поразмышлять, да, по поводу предыдущего матча. Ну сейчас новая игра и надо вот придумывать и слепить что-нибудь такое хорошее. Тут у нас уже Death Profit на первом пике. Про команду Pineapple мы помним с вами, да, я сейчас вот расскажу. Сейчас расскажу, расскажу. Боже мой, куда я это потерял. Все, рассказываю. Состояние в таблице команд Pineapple я уже рассказывал, да, то что у Pineapple вот три победы, но поражение. Ну сейчас повидеть поражение. У команды SFZ тут еще не обновилось, но тем не менее вот победа уже есть, два поражения, то есть это была команда, которая выиграла Pineapple, боже мой, фу. DWT, DWT, DWT. Одна победа, три поражения. У них все не очень здорово, началось, сейчас можно попробовать что-то сделать. И у нас Viper Witch Doctor. Вот так решили играть Cinema Team Pro, полностью поменяли все у нас. Ну и... Кентар War Runner от Don't Waste Time, они играют просто топом сейчас. У нас тут Void. Ну и... Ждем мы пока что пики, я вот не знаю, рассказывать про предыдущую группу, идей должен сейчас, про то, как SFZ одолели Pineapple, просто... Просто дрались лучше и Сларк там наворовал. Вообще воришка. Ну а здесь Viper Witch Doctor, Вайда вот уже забаннее, что-то такое вот под Witch Doctor, такое клевое. Пошло дополнительное время уже у Pineapple. И привет всем, кто в Dota TV, кстати. Да, Dota TV, кто подошел, кто не слышал, да, бесплатный билет. Вкладка профессиональный турнир, СЛТВ, Pro Series Season 11. И там вот я вас и буду встречать. Вот, вроде бы все сказал. И... Тут дополнительное время уже и ДВТ кушают. Я, наверное, просто сам отхожу от предыдущей игры, которая действительно офигительной просто получилась. Что будет здесь, будет ли такое же. Я вот думаю, что с Pineapple будут все-таки в какой-то более сейф уходить. Там вот уже взяли плотного Viper себе. Сыбящего там, хилищего Witch Doctor. Банится Брудмазер. К сожалению, опять же. Возьмите же Феникса, попробуйте что-нибудь с ним слепить. Также, не забывайте про чатик, твич, общение, фидбэк, обратная связь. Inch-teparation в бане. Ну что же. Что ждать от этой игры? Пока не знаю. Ну, ДВТ можно представить, да, Спин, Дартвейдер, Майк 2, How You're Doing, Pro Gamer, Draw Ranger от Аниме Team Pro. Они здесь так просто расшифровано называются, но вообще это Pineapple. Ну и Draw Ranger, да, два рейнджовика под них есть. Viper под тракцом плюется очень больно. Визажа сейчас, я не знаю, будут ли ДВТ забирать, просто испугавшись того, что типа визаж тракца, ай-яй-яй. Интересно, кстати, были уже случаи, когда тракцу визажа не принимали и забирали себе. И да, вот визаж появляется опять. Просто забирают. И. Что бы еще такого, раз уж, без визажа пикнуть-то? Ну, может быть, все нормально, вайп по тракце поплюется, а сейчас взять какую-нибудь такую клевую инициацию. Нет, Винга еще появляется. Опять. Опять. Опять Винга. Ну, ладно. Ну, и ДВТ. Что бы им такого еще пикнуть? Вот уже вынудили их визажа взять себе, что под визажа взять? Да визаж сам по себе клевый чувак, на самом деле. Тут и поплеваться будет чем, если экзорцизм будет во всех там впитываться как следует, эти все сестры, души. Ну, а я жду какого-нибудь экшена. Давайте, экшен, экшен, экшен. Интересные пики, что-нибудь прикольное. Как вчера под вечер было, например. Они в этим про. Пока что я не могу сказать, что что-то супер-классное. Но... И у ДВТ, собственно, не пестрит все такими прям неординарными пиками сейчас. Я вот что сейчас сделаю. Я посмотрю, кем играли меньше всего в профессиональной доте ребята. Ну, эти, которые играют в доту вообще. Кстати, здесь же, наверное, я найду немного статистики про игроков. Потому что у нас... Ну, пока есть такая возможность, пока идут пики. Про серию сезон 11. 11 сезон, да, есть все матчи. Последние, вчерашние, вот они добавлены тут в статистику. Вот. А мы хотели с вами посмотреть, что мы хотели посмотреть с вами теми, кем меньше всем... Меньше... Самые редкие, короче, чуваки. Последнее место занимает Хаус Найт. Шесть игр. Один к пяти. Хускар. Пять к двум. И некоторые из этих игр были, кстати, у нас на про серии. Я даже сейчас просто зайду, посмотрю, кто там за него играл в последний раз. Но, вроде, ничего нету. Здесь пока что, может, не добавили, я не знаю. Earthshaker пока что ДВТ. Долго они над этим думали. Bounty Hunter. Девять игр. Дальше поднем снизу. Просто скажем, кто меньше десяти игр отыграл, там, перечислим пацанов. Phoenix. Я услышал что-то от него, на этом он в бане оказался. Последний это Chen. Девять игр. Там, пять к четырем, кстати. Почему забыли, не знаю. Там, вроде как, его усилили, да? И Riki еще. Шесть к четырем, кстати. Шесть процентов минрейт. За десять игр. Ну и пока что все. Пока что все. Топ. Он неинтересен. Я вот сейчас посмотрел, кто там меньше всех отыграл. Будут ли они. Не знаю. Пак появляется на ласпик у команды Anima Team Pro и Phantom Assassin. Ну вот, преимущество мое в том, что я по обществу не играю, поэтому я этого персонажа не вижу часто. Ну, пусть будет он. Разбираю игроки своих персонажей пока что. Опять же, присоединяйтесь. Куда хотите. В тот ТВ, на Твич, Старландер 3. Зовите друзей. Хватит общаться в ВКонтакте. Через диалоги давайте. Через чатик на Твиче. Разнообразие. Н11 у нас Вайпер, Цендер, Дроранжер, The First Witch Doctor, Пашейн Вокер на паке и North Manage Paul Spirit. Это значит что? Это значит Цендер, это по идее оффлейнер, да? Ну, походу, с Лэйди будет. Спинт играет у нас за Фантомочку, How You Doing, Curse Shaker, Mike 2 играет за Кентавра, Darth Vader Visage, ProGamer, Death Prophet. Спрашивают, есть ли какое-то расписание игр. Ориентируйтесь по этим анонсам. Ориентируйтесь по анонсам. О, Макарон Хилл. Макарон Хилл от принта здесь у нас. Я у ДВТ еще не видел, тут ничего. Лол, ну да, ну вот тут уже покреативничали у нас How You Doing. Из ЕС, это, по-моему, я уже видел. Подкидывай тут свои эти. Вот, ну, Пайнаплев мы уже тут смотрели. Статуи. Тимбл на турнике. Пошли рисовалки всякие. Пауза у нас опять стоит. Я включу, я вам не знаю, что позже... Что вам включить? Идет вопрос, идет сразу же он пауза, без вопросов, без всего. Ну и, в принципе, я думаю, тут не особо расстроено этим ДВТ. Но я не знаю, что они смотрели предыдущую игру, почему нет, да? Там минус мораль была отчетливо видна, да? Пауза и дисконнект от N11. Цена радио соло и изи у нас будет агрессивная трепла с... Кем? Ну, без пака, да. Винга, Вичдоктор и Вайпер. Будет настоять против треплы. Визаж, шейкер и фантомочка. Ой, кстати! Вот что я не заметил сразу. Ну, кто не смотрел и не видел, вот, пожалуйста, обратите внимание. Тут же огненный, огненный стиль этот, ассистенейшн скор какой-то. Боже, ну, не разби... Я не шарю, пацаны, сори. Вот в этом вот ивенте, я не хочу в нем шарить. Ивент глуповатый какой-то. Никаких там казуальных игр нету, нету там, я не знаю, этих эпических возвращений. Там фантомочку не убирали, там, как раз этого скелетон Кинга, когда он еще был таким. Снял я, снял я ее. Хватит, перестаньте, пожалуйста. Ну что же, вот триплай-то против триплы, да? Кто здесь Финн? Фантомка, она так под пассивникой, на самом деле, в начале. Игры. Визаж с шейкером против Вич-доктора с Вингой. Ну, в ВД Винга я больше все-таки предпочтение отдам этой связочке. Опять пауза от The First. The First где-то там отошел. ДП будет стоять против Пака, как только он переспамит. У всех по бонусу урону, вот, Draw Ranger по пятюне. Ну, мелочи приятны, да. Вот у Viper, например, уже 59, а не 51, и так далее, и так далее. У Пака там тоже, вон, 69 число-то какое. Важная, отличительная особенность ДТВ-отвеча. В ДТВ нельзя поспамить Капой. Ну, ладно. Опять знак вопроса, опять ан-пауза без всего. Ну, вот нельзя же так это, вот так вот на минус морали. На минус морали вот так-то ввести тоже не очень хорошо, на самом деле. Отжимать без предупреждения. Смущать соперников этим. Первый крип, он был за Д9 паком у нас, и первый добитый тоже за паком. Ну, посмотрим, выиграет ли команда Pineapple после этого. Если выиграет, обязательно напомните мне. Там уже фейсшифтик на первом уровне имеется. Нормально, там крипт сформу-то без проблем можно. Доджить им. Не то, что всякие Брэйсфайеры, да, там от Драгон Найтов. Ну и Фантомочка. Мы будем следить за ней, во-первых, потому что трипла на трипла, а во-вторых, потому что вот кое-кто уже с огненной арканой. Ух, тут все что-то тыкают, мечиками дерутся своими. Ну и в итоге... The Killing Begins у нас пак в соло убивает Деспрофит. Насколько он по Шейнвокер расстроился, да, что у него тогда не получилось ничего на Меду за Магнуса, да и вообще за Магнуса на самом деле. Хотя были моменты. Ну и вот так вот в соло килл. Отличная работа, пак. А ты это сейчас... Все в порядке. Живет пак, бутылка себе уже везет. Отличная работа по Шейнвокер. Чисто индивидуально про геймера сейчас вот подломал. На топе что у нас? На топе у нас Кентавр. Кентавр с картинками другими. Ребят, я просто обожаю другие картинки. Вот он, видите, какой. Ну, сейчас увидим, какой у нас будет Double H в цвете. И Стампе в цвете. Ох, какой Double H-то. Ой, это же новый, да, получается тогда Сэд, да? Трейдабл и так далее. Unbroken Stallion, запомните. Опять с картинками. Обе красиво. Фантомочка у нас умерла. Все-таки здесь Вайпер ее затыкал. Фиссурина Шейкера не помогла. Ну вот, чего не ожидал так того, что Шейкер с визажем позволит убить Фантомку. Спинт, спинт, спинт. Ну, фарми, пока что фарми. Фонт, спинт. Извините. Продолжение следует... 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 Пока его спалил... Ну и тут я разрываюсь... На самом деле зачем смотреть... Потому что... Тут два модненьких сета... Один у кентавров... Второй это просто... Вот как бы... Спинт... С огоньком... Ну спинтас огоньком на самом деле... Проблемы... Пока что с этому не помогает... Разминаем руки... Клавиатуру сейчас... Разминали мы... Без проблем... Дроу рейнджер... Дроу рейнджер... Двадцать четыре на семь... Девятнадцать на девять... Кентавр... Он... Ну... Должен был... Наверное... Понимать... Что будет против него... Солд Тракса... Стоять... Вайпер ПТ... Вайпер ПТ... У нас Шейкер сдох внизу... Вообще не следила за этим... А я... Нехорошо... Исаак... Там одних кассах хватило... Кентавр... Стампит дает... Пытается убить у нас... Вместе с визажем Траксу... А стомп ты дашь... Брат... Давай ты уже стомп... А то там уже сайфтп... Твинги... Стал от Винги Винга... Сейчас будет на развороте... Бить майка... Хотя это такая себе идея... Там... Ретерн... Вроде как... Арморчик... Какой-то есть... Типа восемь... Арморчик... Потому что... Ранкил уже приобретены... Ну отлично... Есть минус... В принципе... Несложная реализация... Минус Дроу Рейнджер... Визаж Бустанулский... Товар тоже... Ну молодец... Фантом Ассасин... Фантом Ассасин дали Space... Ну... Как это такое... То как бы... Есть Вайпер... И он стоит против Фантомки... И сказать, что Фантомки дали Space против Вайпера... Ну так... Нельзя говорить... Вообще... На самом деле... Эээ... Про Геймер... Про Геймер... Тот самый... Который лучше всех бил крипов... Вот до того момента... Когда Вайперу дали тот самый Space... Убежали все суппорты... Абсолютно отовсюду убивать... Там этот Роу Рейнджер... А что самое интересное... Кстати... Вот уже там... Забегая в лейт... Если он настанет... Это так... Будет же жестью... На самом деле... Такой с МКБ... Ой-ой-ой... Потому что... Ну а кому еще? Пак... У него 1200 денег... У него будет Блинк Дайгер... Достаточно... Скоро... Может быть даже по таймингу... Ну вот мой любимый... Как бы тайминг... Это как вот там... Типа 12 крипов на второй минуте... Такой же как бы... Блинк на 10... Но это... Недавно у меня такое... Я не знаю там... То ли суеверие там... Назовем это суеверием... Ладно... Баунти руна... Сейчас от бота пойдет райское наслаждение... Для пака... Вайпер у нас... Ну как... Безветочки с Меккой... Вот на него тут прыгает... Фантомка пятого уровня... Замедляет визаж... Есть Фиссурина... Сейчас визаж плюнет... Визаж плюет уже... ТП аут... Тупо ТП аут... И на 11 делает... Хотя зачем Дримкоил отменяет ТП сейчас... Это сразу же минус Фантомка... Тут еще шейкер может поставить... Хотя Кентавр пришел со Стампидом... Кентавр... Кентавр улетит... Вайпер... Но этого недостаточно... Стампа не хватает... Вайпер живет... Вот это да... Медалька откуда? Медалька... Уже у визажа медалька... Вот это да... Сколько всего произошло... Пришел здесь Прогеймер... Норд сразу же минус... Пошли Гаски... Гаски тут нормально так потыкают по... ДП... Хотя смотрите... Гаски просто игнорировали Прогеймера... Ну нормально так... И это все 2 в 1... Это все на пользу Пайнеблам... Ну... Пак молодцом... Пришел... Увидел... Перевернул... Рейдинг Стоп Тауэр еще с Денайли... Ну вообще замечательно... Спинт... Спинт... Ушел на топ... Ну я не думаю... Что здесь у него будет Спейс... Ну вот появился Коб Де Грейс 1... Ну и что... И драться с ним что ли... Тут такая фича... Что наверное все таки будут... Тут 4 на 4 драки происходи... Пока Прокса с Фантомкой фармит... Типа кто быстрее... Фантомку Супер Башер... Или Прокса МКБ... И потом уже пойдет с жара... Пак... Что ты там фейсшифтишь то... А... Неважно... Дроу Рейнджер... Уже 39 урона... Спасибо ультимейту... Замечательному... Марк Мэншип... Марк... Марк Мэншип... Короче... Марки... Мужик... Корабль... Ребят... Я перевел как смог... Точнее не как смог... Как гугл... Паша Инвокер... Проблема у него... Есть еще реген УДП... Ой-ой-ой-ой-ой... Пошел экзорцизм даже... А зачем экзорцизм то... Пашка... 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 Проблема у Пашки... Пашка минус сразу же... Тут вроде еще есть Ценра... А Ценра сейчас может подставиться... А как его убить? А может Криптсворм кинуть? Ну ладно... Не знал... Запустим... Прогеймер... Ну такой экзорцизм... Блохо... Папа... В итоге в одного пошел... Ну сейчас пойдет еще в сторону вышки... Побьет вышку своими сестрами... Прогеймер... Ну... Ладно-ладно... Десятый уровень... У него все по дефолту... Да... Криптсворм максимум... Вичкрафт максимум... Потом уже экзорцизм... Вот сейчас еще Сайленс появился... Ой... Пошел этот звук металла... Не знаю... Металл... Такой... Мурашки по коже... Звук мне понравится очень... Так... Как вы думаете, шейкер? Получается, поезд тут на меду... Вместе с Вичдоктором... Ой, Фиссурина! ТП не будет на топ! Пак здесь один останется... И... Проблема у тебя мог быть, брат... Хотя Пак это самый, который самый уходящий... Но вот Сайленс сейчас просто шансов не дадут... По-моему, смотрите... Медалька пошла... Плюется визаж... Должит это дело Пак... Уходит... Уходит... Замечательно Сайленс... Не попадая в спинта... Но спинт, в принципе, и так... Наверное, убежит... Дримкоил! Не убежит! Спинт! Проблема у спинта! Ценера пытается убить... Совсем чуть-чуть хп... Там уже фласочка пошла... Минус Ценера будет... И у Пака проблема... Пак фейсшит... Все в порядке... И умерла только Тракса... Но тут на самом деле... Могло умереть и трое-четверо человек... Хотя Вайпер подошел... Сейчас докажет, что так может и произойти... Дарт Вейдер минус... Пошел... Даггер... ВН-11... Мгг... Ну, ВН-11... По хп нету... Есть фиссури над шейкера... Но там уже Мека... Там уже Мека... Блинканулась на Вайпер... Чтобы бить по одному удары... В 2 секунды... Ну, точнее, Блинканулась... Блинк же дает там какой-то бонус атакс пид... Блинканулась... Чтобы бить с той же скоростью, с которой и била... Да, сколько там... Коррозив скин дает атакс лоу... Двадцатка... Двадцатка... Ну, ладно... Плюс 90 атакс пида все-таки будет... У спинта, если он к Вайперу будет прыгать... Майк... Майк... Майк 2... Или Смайк, наверное... Я не знаю, скобочка тут... Что-то делает... Смущает... Меня в смоках... Вичдоктор с Вингой... Тут сейчас Пак готов убивать... Наверное, тут через 15 секунд Дрим Койл... Я думаю, без Дрим Койла не убить все-таки Кентавр... Кентавр жирный... Как поезд... Пассажирный, да... И... Итак... Цифер с Нортом... Ну вот, на оставшееся время смока... Они сейчас пытаются выйти на спинта, например... Можно попробовать... Можно попробовать... Там визаж, конечно, в спине... Но, тем не менее, здесь есть и каски... Есть и Вичдоктор... Варт не жалеет... Есть Вайперстрайк... Пошел Стампид... Не спасает Стампид... Фантомку... Я там что-то слышал... Пак такой намутил... Да, Дрим Койл по Death Profit... Сайленс пошел... Про геймера проблемы... Есть еще Арба... Арба еще осталась... И проблемы... И еще эксорцизм был потрачен в последний момент... Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй... Майка тут пытается бить... Так, бьются об этого Майка, соответственно... Фиссурина от Шейкера... Все, ребят, перестаньте, пожалуйста... Плиз... Говорит у нас Шейкер... У Шейкера, кстати, четвертый уровень... Надо ему где-нибудь уже надыбать... Эхо-слэм... С Эхо-слэмчиком... Все это, наверное, зашло бы хорошо... Но тут... Тут и у тех и у других... Тимфайты неплохие, надо сказать... Там экзорцизм Эхо-слэм... Под Стампидом все это дело... Кентавр, Шейкер... Это на самом деле связочка... Вот... А... Вич Доктор Пак тоже нормально так заходит, по-моему... Ну что же... Ценера, ценера, ценера... Ох, как закупился вообще... Просто зеленый закуп и масочка, чтобы отжираться... Раздает он поскольку... По 44 ловку... Все эти рейсбенды будут меняться на артефакты... Естественно... Но все равно так прикольно... Потом из этих рейсбендов... Когда вам ломают фонтан... Можно будет выкладывать узорчики, например... Ну ладно, все... Рано флеймить... Тут у нас пак фармит даггер... У него уже есть... У него все хорошо... 1600 сверху... Мом... У тракса и мом... Ну все, пойдем убивать... Это боевая тракса... Никаких там соло-фармингов... Пока дерутся 4 на 4... Ребята без мартрей траксы... Рошан сразу же для Ценры... Ну... Соло так не очень здорово может получиться... Да и вижен может здесь быть на самом деле... Хотя опять же тракса достаточно спокойно... Бьет без всяких там... Ммм... Прокастов с кучей партиклов... Да, там частиц... Которые разлетаются и видны их на вордах... Ну что же... Ну что же... Тут стоит Вич Доктор... Под виженом, под вордом... Ну может быть задовардить или нечем... Н11... Спрашивают в чем дело... Че вы там стоите что ли или что... В общем непонятно откуда этот знак вопроса... И... Рошан отваливает... А все таки тракса сразу же... Одиннадцатый уровень... Сразу же второй уровень... Там этого корабля мужика и так далее... И марки... Да... Так... Минус Вич Доктор... Минус Шейкер... Тут что-то как мгновение... Тут один в один размен произошел... Ну и... Идем... 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 Ничего ты мне не сделаешь... Ой-ой-ой... Эхо Слэм... Был бы сейчас Ахо Слэм... Четвертый уровень Шейкер... Хорошая такая... Фиссурина по четверым... Но опять же... Тупо один в один размен пока что был... Ничего особенного... Не произошло... Заход на... Ботом... На ботом... На ботом... Ну... Заход я думаю... Вообще изи будет... Потому что тут уже опять же... Поскольку там уже расшариваем... По 50 дэмэджа... Сверху по полтосу... Очень приятно... Например всяким вингам... Да... И вич доктором... Вич доктор такой вроде... Невзрачничает... Пойнт бустер там... Вардит... Ходит... Помогает... А он такой... Опачки... И 126 урона... Нормально... Ну что же... Ну хайграунд сейчас что ли... Ну в принципе... Аега... Чего бы не попробовать... Кентавр готов блинкануться... Нет не готов блинкануться... Нету блинка у Кентавра... Вот они проблемки... Блинк у кого есть... Блинк... Ни у кого не имеется... Блинка... Нету Эхо Слэма... Блинк есть только у... Встроенной фонтонки... Но как бы... Вот она где... Вот где этот спинт... Подняли на ветра... Допустим... Дроу Рейнджер... Что дальше... Есть фиссурины... Есть замедление... Просто свапают в центру... И типа окей... Ну так вот у хайграунда... Тусят... На самом деле... Пайнеплана... Зайти опять же тяжело... На этот хайграунд... Шейкер... Который просто ставит... Фиссуре... Ну вот такой вот... Не дающий крипам... Подойти... И уходит домой... Регенить ману... На новую фиссуру... Так... Пошло замедление по ценре... Свапа уже нету... Подняли на ветра вайпер... Сайленс какой-то... Ни в кого... Арба летит... Ну кто... Кто... Кто рискнет... Кто... Кто вот будет сейчас вот... Так... Так драться... Вот... Кто синицирует драку... Рискнет... И будет пить шампанское... Потом... После этой казочки... Яша уже есть... Про Урэнджер... Ну вези ее себе... Шесть агилы... И шестнадцать разница... Ну спинт сломал топ... Пока... Пока ничего не происходило... И все в порядке... Так... Пошел Пак... Дрим Койл под воин суппортом... Дарт Вейдер минус... Минус Шейкер... Сразу же... Кентавр что-то там на стампите пошел... Пошел экзорцизм... Но что-то как-то все... Странненько и невзрачно... Сломалась вышка... Никто еще... Ой-ой-ой... Критульчка... Ну там урна есть... Там хилит Вич Доктор... Бешеный отхил... И ломается потихоньку барак... Причем милишный... Кентавр в спине... Сайленс... Ой-ой-ой... Ломается сторона... Это 18-ая минута... Ребят... Ну и... Быстро как все у нас вот... Тут у нас это... Спин что-то кританул... Ну вот как бы вот... На... Вот вам за крит... Шейкер там есть что-то... О, пятый уровень апнул Шейкер, ребят... Сломался ботом у команды ДВТ... У Шейкера из этой команды... Имеется пятый уровень... Вот что не круто... Эээ... Ценра... 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 Как же у него все классно... Он даже яшу себя не везет... Да нафига... Сразу мот остался... Я привезу... Ну и пошло... Тракса резать... Мид... Аегис еще есть... Вайпер уже агоним... Помимо Меки... Тут так дерутся... Странно... Ребята из ДВТ... Что БКБ... В принципе пока не нужно... Да их слэма нет какого-нибудь... Тут что-то написали... Шесть блейдов Алакрити... 36% от 60 ловкости... Боже, я сейчас буду считать... Это по 21 каждому... Ну так себе... Это только от 10 этих... Пусть там еще от ультимейт... Конечно 49 пока что дэмиджи... Потому что был продан рейсбэнд... Да... Ну что же... 20 минута еще 5-14... Ничего не могу сделать ДВТ... Здесь... Фантомка пытается повторить... Повторять за ДРОУ Рейнджер... Но я бы на ее месте не стал так делать... Яша у нее появится... Ну и что это яша-то даст... Звук-то какой, а? Рошан лезнет через 6 минут... Там что, Оега пропала что ли? Да, пропала Оега... В итоге именно из-за этого, наверное... Пойна подошли... 3200... Ооо... Все у нее хорошо... 105 на 8... Топовый крипстат... Графики, если посмотрите... Ого-го... Когда я это видел... Что по 20 тысяч... Так, пошел стампит... Пошел стампит в Центру... Центра... Проблема ДВТ... Бежать надо... Свап от Винги... Но тут блинканулся... Спинт... Есть даггер... Похоронный... Ой-ой-ой... Пак приходит... Убивает кентавра... Сразу тут про геймер в экзорцизме... Надо как-нибудь запокусить бы... А еще тот спинт есть фуловый... В итоге на ветрах... Себя пока что катает... Дэвс Профит... Фантомка отвалилась... Но именно с про геймером... Ранстопа был у нас и на 11... У Пака, по-моему, тоже... ГГ, пишет Майкту... Просто ГГ... Вот так вот, ниоткуда... И че? И че? Ну и знаки вопроса пошли... Нет, все, ГГВП... 21 минута, 19 секунд... Я вот... Да, увидев траксу, понимаю, что может быть быстро... Но чтобы настолько... 21 минута, 19 секунд... Еще 6-17, победа Пайн Эппл... Ребята собрались... И... Просто вот... Заовнили... Очень быстро... Очень быстро... Я вот не знаю даже, что делать... У нас времени чуть-чуть до осталось... Возьму я один хороший обычай, поотвечая на ваши вопросы... Вот... А пока что... СНГ-часть 13-го дня... Европейской про-серии... Точнее, просто про-серии... Закончилась... СНГ-часть про-серии... И... И... В общем, никуда не расходитесь... СНГ-часть 13-го дня...